А вы подготовили свой организм к хаджу? Ведь паломничество это не только духовное, но и тяжелое физическое испытание. Раскрыть медицинские аспекты самого важного события в жизни каждого мусульманина мы попросили казанского врача Рустама Фахурдинова. Рустам Хамитович Фахурдинов. Казань, Татарстан. Заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова. Шесть раз был в хадже в составе группы врачей, сопровождающих паломников. А сейчас перейдем к вопросам. Есть ли необходимость готовить себя к хаджу? В первую очередь это духовная подготовка. Человек должен стремиться к хаджу. И если он не будет подготовлен духовно, соответственно, он и физически не справится с этими трудностями, которые там возникают в условиях климата Саудовской Аравии. Какие сложности для организма человека могут быть в хадже? Большое скопление народа приезжает с разных уголков мира. Они привозят все свои инфекции. И процентов, наверное, 80-90 это проблемы, связанные с инфекционными заболеваниями. Грипп, ОРВИ, насколько вы сильны, ваш иммунитет готов к этому испытанию, вот настолько вы и перенесете эти заболевания. Также были в практике у нас переломы, переломы рук, ног. Это из-за того, что в условиях большой скучности в толкучках можно обступиться и упасть. Кому особенно нужно готовиться к хаджу? Вообще хадж лучше совершать в молодом возрасте, у которых мало хронических заболеваний, которые более выносли к физическим нагрузкам. Все мечтают поехать в молодости, но не бывает средств. А с возрастом уже багаж хронических заболеваний. И особенно тяжело тем людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Я думаю, что с сахарным диабетом с осторожностью надо туда ехать, потому что те препараты, которые они используют, они в условиях жаркого климата перестают действовать. То есть, просто говоря, они портятся. В каких случаях врачи могут посоветовать отложить поездку в Мекку? Отложить поездку в Мекку нужно как раз беременным женщинам, потому что угроза преждевременных родов усиливается в условиях таких стрессовых ситуаций. Лучше отложить поездку больным вот таким хроническим заболеванием, как я указывал уже, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, которые имеют последствия в виде хронической сердечно-сосудистой недостаточности, потому что в условиях жарко-климка и происходит обострение. Есть мнение, что перед поездкой нужно тренироваться долго ходить. Вы согласны? При подготовке к хаджу людям необходимо усилить физическую нагрузку. Это пешие прогулки. До 7-10 километров можно проходить. Естественно, что это нужно делать постепенно, не сразу давать, потому что можно и не доехать до хаджи. То есть, готовиться к этому надо постепенно, заблаговременно, за 2-3 месяца. Желательно носить ту обувь, которую вы будете носить в хаджи. Потому что возникают мозоли. И при появлении мозоли им уже очень трудно будет совершить хаджи. Это очень адские боли. Кроме того, эти мозоли могут инфицироваться. И поэтому рекомендую ходить в той одежде, в той обуви, которую вы будете носить в хаджи. Какие прививки необходимо сделать паломникам? Перед поездкой в Саудовскую Аравию, если есть возможность, у вас можно привиться от гриппа поликомпонентными вакцинами, которые содержат несколько видов гриппа. Иногда бывают такие случаи, что люди привитые не заболевали. А если заболевали, то более в легкой форме переносили эти заболевания. Но основная прививка, без которой не дают визу, это аминогококая инфекция. Дело в том, что раньше в Саудовской Аравии были вспышки виногококовой инфекции. И поэтому без этой прививки посольство Саудовской Аравии не выдает визы. То есть это обязательное условие. Она действует около трех лет, эта вакцина. Лучше сделать еще прививку от дифтерии, потому что и были случаи вспышек дифтерии тоже в Саудовской Аравии. Как вы сами готовились к хаджу? Я готовился заранее, заблагодовременно. Увеличил физическую нагрузку. Сейчас многие люди ездят на машинах. Пересел с машины, перестал ходить больше пешком. Укреплял иммунитет, контрастный душ, витамины и так далее. На какие сигналы организма нужно обращать внимание в хадже? Как оказать себе первую доврачебную помощь? Обычно боли в горле появляются. Связано с тем, что люди в жаркую погоду начинают пить холодную воду. Надо, кстати, это учитывать. В хадже есть. Они начинают принимать воду зам-зам, священную воду зам-зам. Она есть в теплых состояниях, но большей части в холодной. Поэтому холодную воду там не надо пить. При появлении первых симптомов лучше сразу же обратиться к врачу. Не ждайте, не заниматься самолечением. Многие как-то стесняются идти к врачу, идут сразу в аптеки. А в аптеке за отсутствие контакта назначают не те препараты, которые нужны пациенту. Аптеки там основные частные. Они коммерчески нагружают хаджиев нужными или ненужными препаратами. Что делать, если рядом нет врача? В Саудовской Аравии, особенно в местах большого скопления, это в самой мечети Аль-Харам или в местах паломничества, в долине Мина, Арафат, бывают медицинские пункты, организованные Королевской Саудовской Аравии. Там оказывается доврачебная помощь. Как реагирует организм паломника после возвращения домой и смены климата? Для организма стресс, падает иммунитет. Поэтому по приезду сюда необходимо не сразу выходить на работу, а запасаться таким периодом, чтобы можно после хаджа еще в течение двух недель на адаптацию. Ваши пожелания паломникам 2018 года? Я могу пожелать как врач здоровья, крепкого здоровья пациентам, и чтобы ваш хадж был принят. Наталья Шагеева, Эдгар Шаги Ахметов, канал Алиф, Татарстан. Аллах, Аллах. Аллах, Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok